Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами сегодня наш коллега-аналитик компании FIBA Group Михаил Хлистунов. Михаил, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте, коллеги трейдеры! Как обычно, середина недели и обзор финансовых рынков, макроэкономики, основных драйверов грядущих. Что у нас есть на текущий момент интересного? У нас недавно обновились данные по перетоку капиталов из государства в государство, то есть во что вкладывали центробанки, регуляторы. И на основании этой информации мы можем сделать очень интересные выводы и попытаться сделать небольшой прогноз на два ближайших месяца. К слову о том, что будет с динамика доллара. Подождите чуть-чуть, вот сейчас буду как раз рассказывать. Значит, на основании тех данных по перетоку капиталов спрос на американские облигации, американские трежерис повысился. И, соответственно, по идее, вот этот повышенный спрос должен вызывать укрепление доллара США, потому что инвесторы меняют свою национальную валюту или какую-то другую валюту, валюту развивающихся стран, на доллары, после этого покупают, скупают госдолг. А эти доллары дают в экономику, и получается это абсорбирование денежной ликвидности. По логике доллар должен крепнуть, но он не крепнет. Почему? Да потому что такие страны, как Китай, Российская Федерация и прочие страны, страны, у которых есть некоторые трения с Америкой, они скидывают американские облигации. То есть даже на фоне того, что это стабильный актив, это именно для этих стран, которые я озвучил, это нестабильный актив. То есть есть риск вообще полного отключения от финансовой ликвидности. Мы им, грубо говоря, купим у них облигации, да, ну, грубо говоря, Россия купит в Америке облигации, Америка скажет, извините, вы там в Великобритании газ очень страшный применяли, и мы вот вам не отдадим деньги. Вот так вот, да, не сможете вы погасить эти облигации, которые взяли. Это риски, и, соответственно, я еще раз повторюсь, те страны, которые я озвучил, они скидывают эти облигации. И получается, что даже на фоне сильного спроса на американские трежерис, этот спрос удовлетворяется за счет того, что эти облигации скидывают такие страны, как Россия и Китай. Вот по итогам вот этих как раз отчетов по перетоку капиталов, Китай, например, за последние полгода скинул максимальную сумму порядка 8 миллиардов долларов. Я не особо ориентируюсь там в относительных цифрах, но говорят, что это много. Соответственно, можно предположить, что в ближайшее время, пока они избавляются от американского госдолга, спрос, ажиотаж на эти облигации будет удовлетворяться за счет этих государств. И, соответственно, доллар будет стабильный. Теперь по срокам. Когда все это будет происходить и до каких пор? Если помните, второй пакет санкций у нас должен вступить в силу 23 ноября. Также в начале ноября есть выборы в Америке, то есть там Сенат, Конгресс, помощников Трампа. Трамп себе помощников будет утверждать на должностях, получится ли, не получится. То есть политические риски, санкционные риски, они все сконцентрированы, начиная с 6 числа по 23 ноября. И, соответственно, если бы я был инвестором, то я бы постарался полностью прикрыть все свои позиции, связанные с развивающимися рынками, именно до этого числа. И, соответственно, представители тех государств, которые я озвучил, для них то же самое, нужно полностью уйти из американских облигаций, из американского долгового рынка, дабы снизить риски. Ну и, собственно, вот они и сроки. Получается, вот с такого, скажем, глобального взгляда через госдолг, госдолг разных стран, в ближайшие два месяца мы будем видеть такой довольно широкий бакоид, не в плане там внутри дня, внутри недели бакоид, а такой, ну, скажем, на евро-долларе пунктов это в 300, то есть, возможно, волатильность пунктов в 300. А вот начиная с конца, вот, скажем так, числа с 15 ноября будет создаваться повышенный ажиотаж, и велика вероятность того, что у нас доллар значительно крепнет, потому что, по идее, предлагать американские облигации на припродажу никто не будет, и возникнет дефицит, который надо будет удовлетворять. Это такой глобальный план. Значит, касательно российского госдолга, Минфин в очередной раз отменил аукцион, то есть, говорит, лучше я подожду, посмотрю, что там на рынке, говорит, вроде полтора дня, все нормально, там рубль восстанавливается, говорит, ну, я лучше со стороны понаблюдаю, а вдруг я сделал правильно, что не начал предлагать облигации. Короче, никому не нужны российские облигации уже четвертую неделю подряд, и Минфин просто не хочет сделать так, чтобы аукционы были провалены. Это очень хороший такой сильный негатив. Так, касательно госдолга все. Касательно драйверов на рынке Форекс, что же у нас здесь интересного? Значит, сегодня было заседание по денежно-кредитной политике Банка Японии, ключевую ставку оставили без изменений. Динамики в валютной паре доллар-японская иена именно в момент заседания, публикации данных, пресс-конференции вообще не было никакой. Дальше еще какие драйверы. У нас сегодня Марио Драги через буквально 50 минут начнет вещать на форуме в Берлине на довольно отвлеченные темы, но тем не менее будут подниматься вопросы очень интересные касательно экономики и Евросоюза в целом. Также сегодня выходил блок данных по инфляции из Великобритании, и вроде говорили, что есть какая-то информация там по Брекситу, что поднимались какие-то вопросы. И в фунте стерлингов тоже довольно сильная динамика есть. Мы посмотрим графики. Так, ну и на текущий момент оставшийся драйвер это инфляция Канады в пятницу. У нас целый блок данных в Канаде будет. И также в пятницу идет экспирация и фьючерсов, и опционов на американских биржах. Соответственно, инвесторы, спекулянты и трейдеры будут перезаливаться, говорят, что это повышенная волатильность. Вот такие вот моменты. То есть в пятницу будет жарко и драйвер на Канаде в пятницу. Давайте обратимся к графикам и более подробно рассмотрим такие инструменты, как евро-доллар, фунт-доллар и канадский доллар. Значит, уважаемые слушатели, не знаю, смотрят ли меня те люди, которые смотрят меня с утра. Мы прямо договорились с утра, что встретимся на Ютроид ТВ и разберем то, что у нас было размечено вчера. Вчера и сегодня. Значит, на утро сегодняшнее мы рассматривали с нашей командой, с теми, кто смотрит на Ютубе у нас сигнал на продажу. Как видите, он отработался. То есть я в прямом эфире совершал сделку. Ну, почти в прямом эфире. Сразу после того, как закончил в 11.00, совершил сделку на продажу, потому что отработался верхний диапазон, 17-я фигура. Поставил стоп за локальный максимум, как видите, отмечено вот крестиком. И видно, что цена идет вот к цели номер 2 уже. То есть цель номер 2, минимум текущей торговой сессии, он может на текущий момент являться сильной поддержкой. И через уже 48 минут именно от этого уровня, 16.55-16.50, цена может отскочить вверх. То есть вот эта консолидация может продолжиться. Касательно тех трейдеров, которые вместе со мной продавали от 17-й фигуры, считаю, что вот сейчас есть смысл прикрыть половину сделки и принести стоп без убыток, как вот сделано у меня, например. То есть у меня вот открытая сделка, стоп без убытки. Рекомендую закрыть половину и сделать стоп так же, как у меня. Кто сейчас думает покупать или продавать, вот прямо сейчас рисуются покупки. Красивая свечка, тест мини в текущей торговой сессии. По целям мы смотрим. Но давайте подождем еще минуты к 15.30, то есть еще, грубо говоря, 2.15. И рассматриваем вот такой вот сигнал. То есть считаем, что накопление у нас продолжится. В диапазоне будем тестировать 17-ю фигуру и будем считать это за основную цель для торговли в 3 дня. Сила сигнала 2 из 3, если мы дойдем до зоны, которая у нас отмечена. Так, я удалю все символы, чтобы не мешались они. Значит, сила сигнала 2 из 3. Если мы дойдем до вот этой зоны, которую я отмечаю, стоп мы ставим за локальный минимум. Промежуточный уровень. Промежуточный уровень у нас, так как торговая идея, она рассчитана на довольно маленький диапазон в 50 пунктов. Можно взять вот этот вот ориентир. У нас есть ориентир 16.83. 16.83. На этой цели номер 1 рекомендую, то есть 30 пунктов от точки входа, рекомендую закрыть половину сделки, во второй части перенести стоп без убыток, ну и, собственно, наслаждаться положительным результатом. Максимальный диапазон считать тест 17 фигуры. В этом случае потенциальная прибыль составляет 54, 55, 54 пункта. Стоп у нас 10 пунктов. Соответственно, соотношение прибыли быта 1 к 5. Представьте себе. Дальше. Если вот сейчас мы видим, что у нас никак не дойдет цена, то есть для нити сигнал для нетерпеливых. Покупать с текущих. Вот прямо у нас, смотрите, вот она уже новая свечка. Прямо покупать с текущих. Стоп ставить туда же. 22 пункта стоп. И за основную цель считать тест максимум в текущей торговой сессии. Соотношение прибыли быток чуть больше, чем 1 к 2. Это касательно евро-доллара на сегодняшний день. Скажем так, на ближайшие 2 часа. Дальше. Валютная пара фунт-доллар. Мы сегодня с нашими слушателями рассматривали вариант с восходящей динамикой. То есть у нас вчерашний, позавчерашний день закончился тем, что цена консолидировалась в узком диапазоне. Вчерашний день она там и осталась. То есть цена консолидировалась. И вот эти диапазоны мы рассматривали как диапазон нижний 31, 31, 43. Вот этот вот диапазон мы рассматриваем как поддержку. И верхний диапазон 31, 65 и 31, 75. Как сопротивление. То есть ее зажали в узком диапазоне. От этих границ надо покупать и продавать соответственно. Рассматривали сигнал на покупку. От теста минимумов цена выросла. Я надеюсь, уважаемые трейдеры, вы закрыли. Плюс по этой сделке поставьте плюсик, чтобы я понял, что вы находитесь в этом чате. Ну если вдруг, вдруг вы смотрите. Впоследствии после публикации целого блока данных по инфляции, это именно импульсная инфляция был, мы увидели разворот и поход опять на минимумы. Значит, собраны все стопы. Что сверху, что снизу. То есть у нас был диапазон. Куча трейдеров. Наставила стоп заявок и выше, и ниже. И на текущий момент их сняли. Соответственно, сейчас денег в рынке нету. И рынок не будет особо предсказуемым. Сделка на покупку нецелесообразна, потому что у нас минимум далеко. То есть у нас до минимум 50 пунктов. Сделка на продажу, ну, надо было где-то выше, наверное, продавать. Где-то вот здесь. То есть на текущий момент по фунту в рамках сегодняшнего дня, к сожалению, нет никаких драйверов. Нам нужно посмотреть, как поведут себя институциональные инвесторы, как поведут себя спекулянты. Нужно, чтобы в рынок опять загрузили денег, чтобы опять появились новые уровни после вот этого массового сквиза илангов и шарто. Ну, а потом уже и принимать какие-то действия. То есть, ну, точно не сегодня. Дальше. Канадский доллар. У нас значит, генируется сигнал на продажу. Очень хороший. Прямо сейчас в преддверии публикации данных по запасам нести. То есть у нас есть коррелирующий. Значит так, тот сценарий, который мы рассматривали с утра, не сработал. С одним из слушателей мы рассматривали. На текущий момент рассматриваем продажи. То есть у нас цена идет на тест максимум в текущей торговой сессии. Секундочку. На тест максимум в текущей торговой сессии. Красной линии я отметил там, где стоят стопы. Да, то есть там скопление лимитников. Если вы посмотрите шарфы, шарфы, фэксуанду, то как раз там и стоит. Это вернее, это не стопы, это тейк профит. По идее, цена туда не должна дойти. То есть рынок всегда идет против спекулянтов. Он видит эти лимитники, говорит, да зачем мы их закроем по тейк профиту. Мы их будем закрывать по стопам. И таким образом, вот этот диапазон 30-я фигура является довольно сильным маржинальным уровнем. То есть ближайший час, ну полтора, то есть у нас публикация данных по запасам нефти 17.30, да. Соответственно, до 17.30 караулем точку на продажу. Вот от этого диапазона максимум текущей торговой сессии. Как видите, сильный уровень. И тут еще тейк профит оставить, да, то есть лимитники. Смотрим внимательно, будет ли шпилька. Если эта шпилька у нас закроется опять-таки ниже, да, ну в пределах этого диапазона, то оттуда мы как раз и продаем. Если мы дотянем до 30-й фигуры шпилькой и вернемся назад, то это сила сигнала 3 из 3, самый сильный сигнал. То есть вот сегодня как раз канадец самый такой драйвовый инструмент, да. Он прям выходит на низкий старт. И считаю, что цели по этому инструменту, ну ближайшие, которые просматриваются 2 на текущий момент. Первая цель это 29-33. Это задел порядка 60-70 пунктов. Цель номер 2 у нас цель номер 2 это 29-я фигура. То есть это у нас минимум, которые были сейчас скажу, когда. Минимы конца августа. А, не подожди, так, что-то, что-то не то. Так, 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 так. А, да, минимум конца августа. 29-я фигура. Ну вот туда цена им в принципе может сходить. Это потенциал сделки порядка 80 пунктов. Вот эти цели и держим себе в уме. Дальше рассматривать какие-то более долгосрочные цели я не вижу смысла, потому что те факторы, про которые я говорил в начале, то есть доллар крепкий, все-таки если не в рамках дня, а в какого-то более долгого промежутка времени стоит все-таки рассматривать лонги. И в этом смысле после того, как цена сходит на тест 29-й фигуры оттуда надо выкупать. То есть давайте я еще дальше чуть-чуть свой сценарий рассмотрю. Так, значит мы с вами ждем продаж, продаем, закрываем частями на цели номер 1, дальше переносим стоп без убыток, дожидаемся цели номер 2 и оттуда мы продаем. Если это будет шпилька, то будет отработка этого уровня обновления минимумов и уход вверх. Если мы будем плавненько формировать там минимум, то рекомендую дождаться ретеста и после этого уже ретеста рассматривать варианты похода опять наверх. Вот такой вот глобальный сценарий. Но сейчас вот прям караулем продажи. Так, резюмируя. Ближайшие два месяца глобальный боковик во всех активах связанных с американским госдолгом косвенно или прямо дальше. Конкретно сегодня драйвер у нас есть в канадском долларе. Драйверы на этой неделе в пятницу это канадский доллар ну и евро-доллар как основной наш самый супер ликвидный инструмент потому что экспирация фьючерсов и абсор Игорь Николаевич я на этом заканчиваю и готов если есть какие-то вопросы я готов спасибо вам большое Михаил как торгуете на этой неделе активная работа или еще присматриваетесь знаете последнее время так очень скажем плотненький график и как я прошлый раз говорил что с приходом сентября куча различных задач и склоняясь в пользу того что как я разметил графики они позволяют грубо говоря автоматизировать совершить сделку поставить топ лоу тейк профит и оставить это пусть будет пусть весит я занимаюсь своими делами то есть у меня такая автоматизированная торговля я уделяю ей ну максимум часа полтора в день ну то есть там час с утра с обзором полчаса не знаю пятнадцатом в середине дня пятнадцатом в конце дня и там пятнадцать минут набирает там на телефоне там проверяю так чтобы прям сидеть и торговать к сожалению нет нет такой роскоши времени понятно у нас у всех есть офисы административной ответственности и так далее то есть понятно бюрократия ее никуда не денешь мы в ней живем поняли вас Михаил хорошо спасибо большое ну и главный вопрос естественно через четыре дня марафон как вы готовы к этой битве полностью полностью задор не ушел никуда мандража вообще нету никакого я уверен в своих силах я победю побежу победю я готов да победю там сколько там будет сот участников кстати говоря знаете московский марафон это такое глобальное мероприятие там ну очень много людей то есть я вот смотрел записи промо ролики с предыдущих марафонов ну то есть как как на митингах и как на ну не знаю ну тысячи тысячи три то точно будет если ничего себе слушайте а как старт как старт дают это же нечестно если один первый а другой последний это же большая разница все дают старт одновременно смотрите дело в том что вот эти 42 километра все люди разные и они отфильтруются допустим 6 кластеров которые разделены по тем первые два кластера занимают спортсмены разрядники которые бегают очень-очень круто последние кластеры занимают новички вот ну и собственно стартует одновременно они постепенно так растяются кто-то быстрее кто-то мере марафон быстро отфильтрует марафон быстро отфильтрует слабаков ну извините да то есть но смотрите там еще вот такой момент и что вначале например стартует то есть вот этот ажиотаж толпа да большая толпа прям бежит прям ускоряется такой раж прям вот тут надо себя сдержать и бежать в своем темпе да чтобы ни на кого не наступить никому не мешаться ну и так далее вот будешь в своем кластере все будет хорошо чан там через 3-4-7 минут все станет нормально полпа рассосется все побегут нормально главное стартануть хорошо я понял да не но еще нюанс чтобы погода была хорошая потому что бежать конечно по дождю потаскать по слякоти нежелательно но по-моему воскресенье будет хорошая погода так что на работе тут я уже всем рассказал меня все держат пальцы крестики за меня говорят плакатами будут я шучу самый одно из самых важных моментов это как раз погода если будет дождь будет мокрая одежда это будет мокрой польско опасно да мозоли 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 самое страшное вообще и тяжелые кроссовки это ужасно вообще не не ну и вообще это знаете бежать по мокрой погоде поскольку я тоже по лесу иногда бегаю с велосипедом это можно подскользнуться там не все от тебя зависит по лесу травмоопасно много примеров есть а вы считаете что по городским джунглям бежать с тремя тысячами других людей это не опасно главная самая зона риска в самом начале игр первые 7 лет потом потом не опасно то есть начале можно спокойно так я согласен с вами побежать на рок спрашивает Александр Шевенков под каким номером побежите или там просто имя фамилия как вообще там маркировать сначала вы покупаете стартовый пакет я купил стартовый пакет у меня там четырехзначный номер там 76 пятница этот стартовый пакет получаю вот пятницу в обед схожу съезжу сначала начнем а что в стартовом пакете сухпоек макароны да какая какие-нибудь промо промо штуки там не знаем там будет майка московский марафон майка футболка футболка московский марафон обижать надо бежать надо фирменным таком сувениры отдельно футболка отдельно номер вот номер должен быть обязательно его берешь так на четыре стучки так на четыре как называть прищепки скрепки на четыре скрепки короче прицепляешь его на любую одежду какая там тебе хочется какая удобная вот ну и после этого приезжаешь на старт в воскресенье старт воскресенье в 9.15 лучше прийти пораньше часов 8 ну и собственно сдать убрать одежду сдать одежду там ячейки для хранения будут и стартануть я понял слушайте а какой маршрут как он вообще идет где старт где финиш ой где старт где финиш куда вы поедете в воскресенье вместо того чтобы отдохнуть семьей куда лужники да ну да там вот это вот набережная она идеальна конечно да по идее вот если есть возможность сейчас я найду давай есть так ну сейчас я включу демонстрацию экрана да давайте глянем какой маршрут а вдруг где кто-то рядом будет мимо идти Виктор Бавин пишет я бегал в Санкт-Петербурге марафон белые ночи 42 километра только 30 смог нифига себе Виктор тридцаточку дал нормально я тут распущаюсь почему нет километровой дистанции иначе бы я принял участие вот а вон 30 пробежал так лужники узнаем так и что так нет тут значит на сайте так 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 тут где-то был маршрут так общая информация ну понятно красивых девушек показали это главный маршрут это понятно так 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 42 километра давайте глянем какой маршрут там вы вам его даже знать необязательно вам при этом значки флажки пора ставят это понятно он такой сложный достаточно я хочу сказать ну и как видите маршрут такой говорят с набором высоты очень серьезно то есть старт и пошло дорогомилово москва москва сити потом по транспортному кольцу потом кучу петель прям вокруг все достопримечательности оббегу посмотреть эти достопримечательности большой большой вопрос да 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 ну к моему дому правда близко не подбежите так что из окна я вас не увидел а вообще на востоке вы будете да тоже тоже хорошо я понял вас я до регистрация регистрация сейчас скажу номер значит ну нужно зарегистрироваться там получить специальный номер ну и вот он мой профиль например и вот он абсолют московский марафон я понял я понял Михаил а сколько стоит этот пакет кстати говоря интересно значит можно было покупать в разное время на текущий момент он стоит по моему 3000 рублей то есть можно было раньше купить чтобы в апреле по моему стоило 1000 рублей чем ближе к дате начала тем больше я покупал по моему в начале августа я платил 3000 рублей может сейчас побольше я понял ясненько ну здорово слушайте ну прямо все уже готово действительно так что вот классно классно Михаил спасибо вам большое за ваш обзор желаем вам успешной подготовки болеем за вас ну в пятницу мы еще увидимся узнаем какие последние новости ну а воскресенье я считаю надо будет подумать как где-нибудь на этой ветке там видите там в чем проблема там долго там же не знаешь когда кто куда прибежит если бы знать там по расписанию вы для себя вы для себя какое время поставили среднее допустимое на пробег допустим в медленном расслабленном темпе может быть даже чуть больше половины под конец начну наращивать я понял ну то есть вы считаете что у вас останется сила через 22 километра наращивать ну здорово Михаил отлично отлично рады за вас желаем вам успешной подготовки успешной торговли я вообще удивлен что вы настолько мало уделяете времени вот именно трейдингу и рад потому что у нас когда так все организовано и так все крутится это я считаю мы все должны учиться этому будем как Михаил друзья все вот ну действительно пересиживать за компьютером тоже голова болит устаешь глаза болят это тоже уже давно доказано неправильно а все равно все пересиживаем это уже ну да и если слишком долго смотреть в графике будет трейдерский тильт что чревато для наших депозитов ну то есть мандраж переторговка там слишком много лишних дел согласен с вами с этим надо тоже бороться спасибо большое Михаил хорошего дня и удачи на рынке сегодня до свидания и успешных следов коллеги спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...